Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И мы переходим уже к вопросам из чатов нашего сайта и чата Ютуба. Стеша, вопрос эфир. Человек – это некая батарейка, которая заряжается из космоса? Видите ли, вопрос, конечно, это очень сложный. Но, конечно, и из космоса заряжается тоже. Из космоса тоже. Ну так это батарейка или всё-таки нечто иное? Нет. Что значит батарейка? Понимаете, человек, конечно, не батарейка, но заряд энергетический он получает и из пищи, и из своей деятельности, и своих позитивных мыслей, и, конечно же, из космоса. Исключительно из космоса. Нельзя так утверждать, что только из космоса. Потому что человек порой противоречит своей программе жизнедеятельности. Он сам делает свой выбор. Но, тем не менее, космос его и потом подправляет. А вот на тот период, когда он делает неправильные выборы, конечно, он заряжен не космосом. Он заряжен нашим человеческим. Хорошо, идем дальше. Светлана вопрос задает. Наталья Владимировна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем учебнике «Родной букварь». В чем его отличие и преимущество перед другими учебниками для детей? Благодарю. «Родной букварь» – это букварь из трех частей. И к этим трем частям прилагаются прописи в пяти тетрадях. Есть также методическое пособие. Почему такой большой объем этого букваря? Потому что там очень много природных образов. И для удобства переноса, скажем так, книги сделали, разбили этот букварь на три части. Ну и тетрадочки там. Я являюсь научным руководителем этого издания. Авторский коллектив возглавляет Наталья Владимировна Антоненко. Я вам показывала ее только что, как автора периодической системы законов психики человека. Букварь красочный, построен на основе природных образов российских. И, скажем так, значительное количество картин хороших художников, которые обращаются к древней русской истории, там присутствуют. Отличительная характеристика этого букваря. Вот все, что здесь я сегодня говорила и прошлый раз, не буду повторять. Но здесь в букваре присутствует сравнение современных букв с буквицами. И эти буквицы даются на определенном историческом фоне. Картины, в которых представлены традиционные костюмы, жилища, природа и так далее. Принципиальное отличие в том, что дается программный материал плюс дополнительный колоссальный материал по буквицам. Если кратко. Хорошо. Далее вопрос в эфир. Как найти гармонию с самим собой, если твое «я» противится? Ну вот это означает, что вот этот самый детектор истинно не выстроен или он был нарушен жизненными обстоятельствами. А найти собственное высшее «я» можно под руководством опытного психолога, который поможет это сделать. Это специальная техника, она называется техника отслеживания. И если вас это интересует, приходите на семинар «Целостное мышление». Далее вопрос в эфир. Как регулировать частоту гамма-дельта волн? Надо просто дружить с самим собой. Мы не можем многие процессы регулировать, например, дыхание, пищеварение. Мы не можем регулировать в том простом понимании, которому мы привыкли регулировать. Значит, самостоятельно это всё, так сказать, контролировать и назначать режимы и так далее. Каждый человек имеет свой природный биоритм. Вот его надо слушать. И задача состоит не в том, чтобы регулировать те или иные биоритмы головного мозга, а в том, чтобы уметь в нужный момент, например, вы творчески решаете ту или иную задачу, и вам хочется достигнуть высоких позиций по части вот этой волновой динамики, хочется пребывать в состоянии гамма-волн, то есть когда вы интегрируете некие материалы, что-то решите. Ну да, это особое, конечно, искусство, но ему надо учиться. Если оно не наступает естественным путём, а у многих оно наступает естественным путём, то надо этому учиться, этому можно учиться. Милости просим к нам на семинар. Стеша, вопрос эфир. Мозг сам додумывает за нас идеи, мысли и вибрации? Нет, мозг ничего не додумывает, потому что мозг – это биологический, скажем так, наплечный биокомпьютер. Он может предложить те или иные решения, так же, как компьютер подбирает нам информацию по запросу. Но в любом случае я глубоко убеждена, что мы работаем не одни над решением той или иной задачи. У нас есть, скажем так, космические наставники, которые заинтересованы в том, чтобы мы решили ту или иную задачу. И незаметным для нас образом особыми тонкими волновыми сигналами, которые предназначены не всей Вселенной, а, например, данной системе, которая решает эту задачу, даются подсказки, нас направляют на путь решения той или иной задачи. Этому очень много примеров. Это и Менделеев, который открывает во сне периодическую систему. Это и Кеккуля, химик Кеккуля, который в состоянии, в высоком очень состоянии гамма-волн, в бодрствующем состоянии у камина с чашкой кофе открывает бензольное кольцо. И примеры еще есть, много примеров. Далее подсолнух реплика в эфир. Самый адекватный биоучебник, в кавычках, это сама биосфера, в скобочках, окружающая природа. И ее никогда не заменят никакие другие учебники. Ну, вы абсолютно правы, браво. Однако приходится изучать программу, которую выдает Министерство образования. И для того, чтобы ребенок получил аттестат, где бы он ни учился, дома, в поселении, в школе, как угодно, он должен выдать эту программу. Вы абсолютно правы, что природа лучшая книга на всех страницах, на всех страницах которой содержится только высокое содержание. Это известно еще из древности. Но нам надо еще и помогать детям усваивать тут сложнейший материал, эту программу. Вот для этого предназначены биоадекватные учебники, как максимальное приближение к этой великой, могучей природе. Есть небольшие здесь реплики, помимо вопросов основных. Можно ли будет посмотреть сегодняшний эфир в записи? Да, можно будет. Дальше, как найти этот букварь? Вот как найти этот букварь, это, наверное, уже не ко мне вопрос. Ну да, букварь этот можно купить, приобрести. Откройте, пожалуйста, в интернете издательство «Традиции». Там есть интернет-магазин и высылаются буквари тем, кто запрашивает. Интернет-магазин, издательство «Традиция». Букварь издан в издательстве «Традиция». Хорошо, далее. Геннадий Романенко, вопрос эфира. Есть ли в вашей системе упражнения «Я» на синхронизацию головного мозга? Благодарю. Обязательно. С этого начинаем. И не только в семинаре, но и эти упражнения вводим даже, рекомендуем педагогам для проведения, ну, в ходе урока они тоже используются. Конечно, мы учим этому. Далее, Вася Дада. Вопрос в эфир. Каким образом не прерывается связь между клетками в связи с разнообразием различных волновых, слабых и сильных колебаний окружающего пространства? Волновые процессы пронизывают всю, весь мир, естественно, и нашу Вселенную, и наша планета полна этих волновых процессов. Поэтому это волновые процессы, волновые механизмы. Более детально надо просто брать либо волновую физику, вот как обыкновенный учебник волновой физики, или есть такая замечательная книга Юрия Николаевича Иванова «Ритмодинамика». И там эти механизмы все показаны, прописаны в схемах. Я сегодня тоже, по-моему, трижды выводила на экран вот эти волновые процессы, которые были изображены в состоянии интерференции, схематически, конечно, в упрощенном виде. А знаете, вот для того, чтобы понять, как передается сигнал, вот достаточно посидеть у реки или у озера несколько минут, когда там довольно спокойная гладь воды, и вот вы начинаете, один камушек бросили, осциллятор пошел покрупнее, другой поменьше, вы обнаружите, как волновые процессы чуть-чуть меняются, чуть-чуть перетекают один в другой. Это абсолютный аналог процессов, которые происходят с вот этими волновыми сигналами, которые поступают в мозг, в тело. По своей природе они понимаете, весь мир работает на волне. Хорошо. Что могу сказать? Далее. Солнечный денек. Вопрос эфир. Был надавлен глаз мой левый, и теперь периодически вижу им вспышку белую размером с зерно, как от сварки. Это возможно побороть. Я вижу им и черную мошку, появляющуюся до выдавливания. Дело в том, что если это жесткое физическое воздействие, если есть там что-то травмированное в области глаза, то это может быть только медицинский процесс. Если же там на самом деле надо просто к врачу попасть и понять, какой диагноз. Это в любом случае надо сделать. А если нет травмы глаза такой серьезной, если там не повреждены органы, то с этим можно работать. Но это очень сложно. Это упорная работа минутами, часами и так далее. Прежде всего нужно знать, что там. То есть врач. Далее Анжела Шемшур вопрос. А советские мультики смотреть можно? Да, советские мультики смотреть можно. Мы все прекрасно знаем, что они очень добрые, они несут вот эту волну нравственности. И там в значительной мере вот эти пропорции, которые очень опасны, они сделаны все-таки в очень такой, в очень приятной пропорции. В данной ситуации надо просто сравнить со всеми этими американскими или диснеевскими даже, потому что понимаете, какая вещь, смотреть мультики и учебники. Я все время подчеркивала в ходе моего сообщения, что конечно мультики можно смотреть, все зависит от того, с какой целью это мы делаем. Если мы делаем просто, мы досуг проводим, это одно, но если мы смотрим учебник как образец образцового, понимаете, мы давно забыли, что учебник это образец, мы учимся смотреть на мир. И дети воспринимают учебник как некий эталон, который учит жизни или каким-то таким вещам, очень полезным. Поэтому, конечно, смотреть мультики можно, но в учебниках их использовать как образцы нежелательно, потому что ребенок воспринимает учебник как образец образцового. Хорошо. Все вопросы заданы, реплики прочитаны. Надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Надо что-то доброе пожелать нашим радиослушателям, зрителям Народно-славянского радио, для того, чтобы подвести такую жирную-жирную черту под всем сказанным. Прежде всего поздравить с наступающим Новым Годом, конечно же. Пожелать всем осмыслить, может быть, сложные моменты в учебе детей на основе нового материала. Мне бы этого очень хотелось. Сегодня я старалась поделиться с вами теми знаниями, которые были наработаны за многие десятилетия. И мне хотелось, чтобы это был какой-то полезный подарок вам накануне Нового Года. Всем, конечно же, я желаю здоровья, добра, благополучия, счастья. Хотелось, чтобы у вас все было в жизни прекрасно. Благодарю за теплые и хорошие пожелания, слова, также за то, что столько много времени было потрачено на донесение, на мой взгляд, очень интересной и важной темы. А мне остается только попрощаться со всеми нашими слушательными зрителями, напомнить, что по одному из современных календарей 27 декабря 2017 года среда, по одному старинных 17-й день месяца белого сияния покоя мира 7526 лета шестица детектор истины и лжи или почему нужны биоадекватные учебники. Такова была тема сегодняшнего нашего разговора в живом эфире. Наталья Владимировна Маслова, автор сказительница, очень, на мой взгляд, интересно поведала нам о своих наработках и пригласила на свой семинар многодневный в январские, как некоторые называют, куршевельские каникулы. Если вас эта тема заинтересовала и вы где-то поблизости от Москвы находитесь или есть возможность приблизиться к Москве, то в этом случае, наверное, есть смысл узнать, а что же там с 3 по 9 января 2017 года будет происходить. А вдруг что-то интересное узнаете, да и полезное, то, что в жизни вам пригодится. На 7 я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. С вами был Народное Славянское радио Наталья Владимировна Маслова, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.